Театр на Литейном Поэтому мы сегодня в гости пригласили директора театра Сергея Анатольевича Морозова. Напомню, что два года он у нас был главным режиссером Ульяновского драмтеатра и художественным руководителем. И второй гость, заслуженный артист России Александр Николаевич Рязанцев. Вообще удивительно, вчера одни Александровы и сегодня Александровы специально подбирают. У нас в театре два имени, когда если их назовешь, то всяко кто-нибудь отзовется. Да, это Александр и Сергей. У нас очень много в театре Александров и очень много Сергеев. Так случилось. Ну и первый вопрос. Театр к нам приехал в рамках программы «Большие гастроли». Как вас встречают наши зрители? Сколько спектаклей уже прошло на сцене Ульяновского драмтеатра? Я очень рад, что такая программа «Большие гастроли» существует. И Министерство культуры действительно на новом витке. Потому что когда-то была гастрольная деятельность очень развита в Советском Союзе. Потом в силу определенных экономических причин она практически сошла на нет. Каким-то образом гастрольную деятельность замещали. Фестивали, которых было очень много. Сейчас тоже их количество меняется. И вот сейчас «Большие гастроли» действительно дает возможность театрам увидеть другие города, услышать другого зрителя. А зрителям увидеть широкий спектр театральной жизни из других регионов, других городов. И по предложению директора Ульяновского театра Натальи Александровны Неконуровой, которая как раз вышла с инициативой, говорит, давайте поменяемся, потому что есть предложение от Министерства. И мы организовали этот тур. Ульяновский драматический театр сейчас работает на сцене театра на Литейном, а мы приехали в Ульяновск. Оба театра работают по четыре спектакля. У нас уже, как и Ульяновска, два спектакля позади. Мы отыграли, открыли гастроли с замечательным спектаклем, уже с хорошей выдержкой. Ему уже 18 лет «Барышня и крестьянка». Это определенный хит нашего репертуара. Театр на Литейном очень поющий театр. Это живой русский мюзикл, написанный специально, оригинально. Оригинальный сценарий, оригинальная музыка, написанная специально для театра на Литейном по произведению Александра Сергеевича Пушкина. А вчера мы представили комедию «Примадонны» по пьесе Кена Людвига. Эта пьеса достаточно широко представлена в репертуарах российских театров. И я знаю, что она когда-то шла и в Ульяновске, но тем не менее мы предложили свою оригинальную версию. Сегодня вечером мы представляем нашу премьеру прошлого сезона «Отцы и сыновья». Спектакль является лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». И действительно для нас это такой важный спектакль, потому что некий баланс между современным взглядом, острым взглядом в сегодняшний день, но все-таки на основе классических текстов, классических сюжетов. И очень интересный актерский состав в этом спектакле занят. А закрываем мы гастроли завтра спектаклем «Семейный портрет» по пьесе Алексея Максимовича Горького «Последний». Спектакль, который уже лет... Шести. Да, около шести лет в репертуаре театра и тоже имеет свои награды. Недавно мы вернулись из фестиваля в Нижнем Новгороде по произведениям Горького, где спектакль стал лауреатом номинации «Лучший актерский ансамбль». И действительно спектакль, который демонстрирует то богатство актерских возможностей, которые есть у труппы театра «Налитейный». Сергей Анатольевич, мне так не терпится спросить. Вчера вам пришлось выйти на сцены в качестве актера. Так случилось, да. Да, у меня такая практика как-то случалась, да, вот в разных театрах, что в свои спектакли я вводился, иногда даже я закреплялся и параллельно с теми или иными исполнителями я играл, когда, ну, на это были действительно особые причины. И получилось, что на спектакле «Барышня-крестьянка» один из наших артистов повредил ногу, и, ну, вот такая травма, и поэтому... А спектакль отменять или заменять было невозможно, потому что люди приходили именно на «Примадонны», и был выкуплен полностью зал вчера там на галерке, люди висели, да, мне даже было страшно, чтобы никто, выглядывая сверху, оттуда не свалился, но действительно... И мне пришлось войти в свой спектакль на роль занудного пастора, вот, такого антигероя. И, ну, судя по реакции зрителей, что-то... Вроде бы я постарался не испортить впечатление от спектакля. Слова успели выучить. Да-да-да, хотя, действительно, это было так, я заходил за кулисы, смотрел следующую сцену, уточнял какие-то формулировки. У меня... Я порой выучиваю текст пьесы раньше, чем артисты во время репетиции, но «Примадонну» мы выпустили уже два с лишним года назад, естественно, прошло и много событий, и уже следующие выпуски, поэтому, конечно же, он у меня был на слуху, но так, не с лета все сразу запомнилось. Но, тем не менее, я постарался дать возможность моим партнерам сыграть тот спектакль, который должен быть. То есть вы почувствовали атмосферу... Это была моя главная задача, не помешать. Почувствовали атмосферу зала сами на сцене, да? Да-да-да, и это была большая радость, потому что, действительно, и все артисты, вот мы, и после «Барышни Крестьянки», и вчера тоже обсуждали, она говорит, насколько отзывчивей, сердечней, динамичней в своих реакциях зритель не московский, не питерский. Вот, потому что здесь как-то люди более открыто реагируют сразу и на серьезные вещи, и на трагические вещи, и на комедийные. Но, к комедийным проще, и плюс еще работает инерция, и такое есть понятие, что почему там мы стараемся играть на полные залы, не только из коммерческого интереса, в том же самом Петербурге, но просто когда существует полный зал в комедии, это существует такой, ну, завод, завод большого количества людей. И когда люди друг друга этой реакцией подталкивают к следующему, к восприятию следующего события, что вчера и произошло? Мы очень рады, спасибо, что вы тоже выступили перед ульяновским зрителем. Это был мой дебют и на сцене ульяновского театра, и на сцене театра Налитейна, потому что я за эти два с половиной года, которые я работаю в театре Налитейна, слава богу, не сталкивался с такой необходимостью выходить на сцену, и в Ульяновской тоже таких обстоятельств не было. Ну что ж, приятная неожиданность. Дай бог здоровья нашему артисту. Ну, у него все нормально, да? Ну, вот сегодня он по нашему плану гастроли, он отправляется в Петербург. Будем надеяться, что это всего лишь ушиб, ну, вот как-то неудачно приземлился. Ну, на костылях. Ну, будем надеяться, будем надеяться, да. Александр Николаевич, вы тоже уже успели выступить на нашей сцене в «Барышне Крестьянке», и у вас еще два спектакля. Вот ваши первые впечатления от нашего театра и зрителей? Ну, во-первых, я хочу сказать, что Сергей Анатольевич, у нас не только директор театра, но и художественный руководитель театра. Одну из должностей, да, перечислить. Впечатление, ну, вот мы были здесь, по-моему, в Ульяновске в 90-е годы, и тогда еще было такое, ну, какое-то удивительное ощущение, потому что, ну, что говорит, ну, питерская публика, она такая прохладная немного, она так присматривающая, вся, она пока долго-долго-долго входящая в этом, немножко, так сказать, отодвигает, ну, я не знаю, увлеки меня, ну, вот так, вот так, притягатель, вот, вот, ну, какой-то, вначале создается какая-то не очень удобоваримая атмосфера, ну, а потом, как бы, все это образуется, все становится нормально, но здесь, в Ульяновске, я еще, по-моему, по тем годам, когда мы здесь были, удивительно тонко чувствующий зритель и так сердцем сразу воспринимающий, он приходит не требовать что-то, а приходит, говорит, ну, покажите мне, знаете, это хорошо, а вот это, как бы, не очень, а это еще лучше, в этом отзывается сердцем и душой, понимает, в то же время очень умно, но очень тонко чувствующий зритель, вот такое мне, такое ощущение осталось от вашего зрителя. — Приятно, приятно слышать. — Ну, вот, посмотрим, начальность у нас были десяткомедии, вот, дальше у нас более серьезная. — Две драмы. — Две драмы, да, такие, посмотрим. — Как бы, на десертах оставили. — Ну, разогреть интересы и познакомить с артистами, и, знаете, чтобы было понятие уже, что театр «Эднолитейн» не просто там строчка, да, в афише, а это вот эти-эти люди, которые выходят у нас, в общем-то, большинство здесь играют там два или три спектакля, то есть там кто-то отыграл один спектакль и уже вернулся в Петербург, а кто-то вот два-три спектакля, поэтому я думаю, что зрители, которые побывают хотя бы не один вечер в театре, а два или три, они уже будут знать, о, а вот этого мы там видели, о, вот этот вот это играл, поэтому вот думаю, что так происходит. Уже для них станут более родными эти лица, которыми они, в общем-то, не так знакомы. Александр Николаевич, а у вас три роли, вот, назовите, кого вы играете. Ну, Муромскую я уже сыграл, барышни-крестьянки, отцы и сыновья я играю, Василия Базарова, отца Базарова, а последний, это Горьковская песня, последний у нас называется, «Семейный портрет», я играю очень нехорошего человека, даже не могу вам сказать, потому что когда вышел спектакль, и одна из зрительниц пришла за кулисы, такой театральный человек, вот, говорит, ой, какой хороший спектакль, какой хороший спектакль, поворачивайся, говорит, ко мне, говорит, какой вы подлец, я говорю, и что, и что, в течение всего спектакля я нигде не вызван, никакого сочувствия, он говорит, что вы, нигде! Поэтому я так был немножко, я пытался где-то, что-то человеческое должно быть, но очень много там о нем говорят, до моего выхода, такого плохого, что как бы не старался оправдать своего героя, что-то не получается, ну, не знаю, не знаю, посмотрим. А вам проще играть вот таких вот злодеев или порядочных людей? Злодеев, одно время было такое, что... Как-то доверяют. Доверяют, да, и вообще с этим спектаклем, с этой пьесой получилось, у меня это был дипломный спектакль, когда я заканчивал учебное заведение, и прошло ровно 40 лет, и вдруг тот же самый спектакль, и та же самая роль, вот. Ну, трактовки, конечно, другие, и ощущения, тогда мне было 23 года, вот. А тут уже постарше чуть-чуть, поэтому, не знаю, мне нравится и спектакль, мне нравятся взаимоотношения, и в одном спектакле, и вот «Отцы и сыновья», и «Семейный портрет», и вот это вот, за то, что мы получили ансамблевость, Сергей Анатольевич сказал, это вот, знаете, партнерство, это самое лучшее, что есть в театре, и самое, что есть сладкое для актеров, которые вот чувствуют партнера, и то, что, вот как, знаете, как бывает, вот один актер сыграл, другой сыграл, ну да, да, замечательно, а вот когда что-то нечто третье появляется между ними, и оба актера, или там три человека, играют вот это третье, становится безумно интересно, и вот мне кажется, что зачастую у нас в спектакле, это вот получается, в одном и втором спектакле. — Потому что вот я про «Семейный портрет», я очень люблю этот спектакль, я видел его на разных, скажем так, этапах, и практически после выпуска, когда появился он в репертуаре театра, просто я еще там просто, как зритель приходил, и когда я пришел в театр, я отсматривал полностью репертуар, и вот я периодически возвращаюсь, в течение сезона я отсматриваю почти все спектакли, вот, и, конечно же, это поразительное мастерство режиссера и участников спектакля, когда, казалось бы, вот это тот спектакль, который, вот, казалось бы, лишен зрелища, то есть он, это такой некий неторопливый рассказ, но возникает такая полифония людей, тем, смыслов, отголосков в сегодняшнее время, и вот это действительно такая некая квинтэнсенция, может быть, такого психологического театра в лучших таких вот русских традициях. Ну, будем ждать, когда вот завтра буквально будет. Да, это будет завтра, да, потому что отцы, отцы, это чуть другая, отцы и сыновья, это чуть другая история, мы искали более какие-то острые ходы, там более острый монтаж, потому что это соединение, соединение романа Ивана Сергеевича Тургенева с пьесой ирландца Брайана Фрила, вот он, как бы, наш современник, но вот два года назад его не стало, вот, и это некая его авторская интерпретация, которые, какие-то темы, когда меня спросили после примера, говорят, а что вы вставили из Тургенева? Я вставил, говорят, в основном, про две темы, про любовь и про смерть, потому что то, что в пьесе у Фрила было притушено, мне было очень важно для спектакля это, как бы, сделать более выпуклым, ну, и потом про нюансы русской любви, при всем моем уважении к этому серьезному такому деятелю театра и литературы Брайан Фрила, но при этом, я думаю, что про русскую любовь мы знаем чуть-чуть больше. Да. Да, согласен. Я заметила, многие актеры в вашем театре еще и востребованы в кино, вот, кстати, и Александр Николаевич тоже играл в фильмах, Расскажите о своей деятельности. Это про какой? А давайте, вот, сколько фильмов было? Ой, 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 ой. Постоянно отпрашиваются. Да? Ну, во-первых, отставник один, отставник два, отставник три, его постоянно показывают какие-то праздники, там, 9 мая, и, посмотрю, опять отставник, да что ж такое в этом. Потом, значит, я Распутин, это версия французская, французский режиссер снимал, да, и я там играл, ну, я там играл главнокомандующего русской армии Николая Николаевича Романовна, дядю. Да, и вот у меня там все время сцены с Николаем, с императором, я ярый противник, значит, вот, Распутина и так далее, и так далее, и так далее. Это как раз 17-й год, ну, 16-й год. Нет, нет, это самое, 14-й год, начало, да, начало. Вот, и так получилось, что вот, очень смешно было. Был уже назначен актер московский на эту роль, вот, и приезжает режиссер сюда, а она такой классик французский, не знаю, такая женщина, курит сигару, говорит, таким волосом. Говорит, ну, кастинг, ну, давайте кастинг, значит, пришли. Говорит, а говорить по-французски? Говорит, нет, я не говорю по-французски. Угу, какой у вас рост? Встаньте, повелся, я говорю, метр девяносто. Говорит, ну, вес маленький. Я говорю, ну, это ничего, там, и так далее. Говорит, ну, что вам позвонят? Я говорю, хорошо, простите, а как так можно вот так вот за 30 секунд, и вот так все это определить? Она говорит, ну, это опыт. Я говорю, хорошо, а если я не сыграю? Вы же не попробовали? Говорит, а это интуиция. Вот так, и так я вот, она меня переназначила и сказала, нет, я вот сыграл бы. А потом вот другой французский режиссер приехал, вот, Матахари. И тоже, я был в деревне, звонят мне, вероятно, кто-то отказался, потому что сшит был костюм. Костюм был сшит, понятно. Я, значит, говорю, да я в деревне-то, ну, вот так и так, поезжайте, я говорю, ну, хорошо, приеду. Я приехал, одел костюм, как будто на меня сшит. Ну, вот такая ситуация. Два продюсера стояли, говорят, ну, надо же так, такое же получится. Ну, вероятно, потому что я так подошел к костюмчику. Вот так вот. Ну, не скромно. Это генерал Лохницкий, он был главнокомандующий русским корпусом во Франции в Первую мировую войну. Вот так. Ну, озвучил мне совершенно другой артист. Какие вот такие волосы. Ну, это, наверное, понадобилось режиссеру, чтобы вот так как-то сделать. Ну, да, да, съемки бывают. Я уже генералов, полковников, бандитов наигрался на эти. А бандиты это? Бандиты, ну, как бандиты. Где? Разбитые фонари. Вот там, ну, очень, очень много. Не помню. Ну, понимаете, какая штука. Кино – это кино. Приходишь, текст ее под нот, потом приходишь, говорит, нет, давайте другой текст. Я, кстати, не могу серьезно к этому относиться. Ну, да, 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 хорошо. Платится намного лучше, чем в театре. Вот так. Но полный метр все равно, что это чуть другая история. Нет, 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 нет. Все равно, все равно это какое-то такое, ну, несерьезно все это, знаете. Я не знаю, может, я не попадал в большие, такие огромные роли к режиссерам. Хотя режиссеры-то нормальные были в этом, но все равно как-то, я не знаю. Вам ближе театр? Нет, не знаю. Мне даже, я когда выходил, помню, на пленэре было сниматься, мне было неудобно. Вот наук как-то на улице выйти и играть. Как-то стыдно. Я, говорит, режиссер, говорит, а что это с вами? Я говорю, да как-то неудобно, ну, как-то в этом. Я не могу. Ну, понимаете, когда театр, там, репетиционная комната, репетиция, свет, зритель там, вот такое ощущение, как бы, наоборот, свободы. Так наоборот, свободнее, посмотрите здесь, вот так вот, как бы, ну, как в жизни. Я говорю, ну, да, конечно. Ну, как-то нет. 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 Нет, ну, что ты, нет. Сейчас вот режиссеры посмотрят и скажут. И что? Ну, вы не аху, аху, он так аху, но говорит, все, понятно, значит, не пригласил. Понятно. Ну, вы уже сказали, что наш Ульяновский драм-театр сейчас выступает на сцене театра на Литейном. Вы созванивались? Конечно, нет, мы на связи каждый день. Как все так ходит, да? Я, нет, мало то, что созванивались, я был на открытии гастролей, мы специально согласовали график, так, чтобы мы, я мог, лично мы, с Натальей Александрович, чтобы я, мы открыли гастроли. Мы открыли гастроли 19-го числа, в воскресенье, правда, хорошо, а счастье лучше. И был просто, ну, то, что называется в театре, биток, когда там представные стулья все были заняты, поэтому здесь было большое очень количество зрителей, там, трех-пятиминутные овации с диками, браво, молодцы. Вот, и действительно старшее поколение, ну, это старшее поколение Ульяновского театра, это народные артисты, конечно же, это такая, как бы так, ну, наслаждение для публики. А вчера параллельно вот так получилось, что мы здесь играли Примадонны, а в Петербурге играла «Сковарство и любовь» мой спектакль. И тоже я, конечно, волновался, как встанет декорация, потому что сцена другая. У нас, в общем-то, театр на Литейном находится в здании бывшего манежа графа Шереметьева. И поэтому, в общем-то, конечно же, оно приспособлено для театра, но оно не было построено для театра, как, допустим, действительно полноценный театральный зал со службами, со всей механизацией, которая есть в Ульяновске. Вот, и мне было так боязно, думаю, как встанет? Встал, встало оформление, я даже видел там тоже из соцсетей фотографии, думаю, ну, слава богу, все вроде нормально. И тоже мы с писали, созвонились, были мои друзья, которые в восторге, говорят, как замечательно, какой теплый прием, какой настоящий большой спектакль. Поэтому вот такой триумф театра, Ульяновского театра на сцене Литейного продолжается. Сегодня «Ромео и Джульетта», завтра «Чайка». Вот, как бы, еще два спектакля. И я знаю, что на «Ромео и Джульетта» уже нет билетов, на «Чайке» там совсем немножко осталось. Так что я думаю, что все будет очень хорошо. Артисты, я тоже слежу, мы многими друзья в соцсетях, они бывают в каких-то уголках Петербурга, фотографируются, выкладывают. Так что для них тоже это такая поездка. Я прекрасно это понимаю, что когда есть возможность оказаться на несколько дней в Петербурге, и нужно использовать каждую возможность, вот каждую минуту, и они это с удовольствием делают. Там есть что посмотреть. Да, да. И как оказалось, что есть что показать. А не впервые, да, у Ленского театра? Вы знаете, дело в том, что нет. Последний раз, вот мы говорили с Натальей Александровной о том, что последний раз в Петербурге были большие гастроли, ну, большие гастроли, еще и тогда не было в программе Министерства культуры, были гастроли, называлась это Трилогия страсти, Трилогия, это была Трилогия Гончарова, это был ювелийный год Ивана Санча, и в Балтийском доме, в большом, очень солидном театре, игрался как раз-то Обломов, Обыгновенная история и обрыв. И вот эти три спектакля, они игрались на сцене Балдома 10 лет назад. Вот это были последние, ну, последние, сейчас крайне, я не люблю это слово, кстати. Очередные. Да, предыдущие гастроли у Ленского театра были 10 лет назад, и, естественно, сменилось уже актерское поколение, то есть не то, что сменилось, но многие добавились, многие вошли в труппу, многие не были на тех гастролях, поэтому, конечно же, я думаю, что часть артистов просто впервые побывают в Петербурге и вот насладятся красотой этого города. Скоро вашему театру в 19-м году, как я понимаю, 110 лет исполняется. Вы готовитесь к этой дайте? Начинаем готовиться, и вообще история театра на Летейном, она очень интересная. Он был основан в 1909 году, и за 8 лет до революции он поменял очень много имен. Он был театром ужасов, назывался так, театр ужасов. Потом, видимо, наверное, кто-то посчитал, что из интерпренеров или владельцев этого заведения посчитал, что это слишком, наверное, может быть гнетущее. Это был театр ужаса и смеха. Интимный театр, Гран-Гиньёль. Это была такая вот чехарда, но это было такое время, когда была чехарда не только в театре. В общем, это с 1909 до 1917 года. Там многое, что происходило. Ну, а потом, естественно, уже история связана с советским временем, с театром рабочей молодежи, потом был выездной театр, потом объединились. И с 1944 года театр является областным театром. Это был колхозный театр. Иногда назывался колхозный театр. Вот, и поэтому мы... Такой, как бы, с 1944 года Ленинградская область является учредителем театра. Вот, несмотря на то, что мы находимся в трех минутах от Невского. А готовится, я думаю, что у нас появится новый фирменный стиль. Я думаю, что мы вспомним. У меня очень есть большое желание пригласить тех людей, которые когда-то действительно сделали очень яркую, такие яркие события в театре «Налетели». Потому что начинали в свое время, и одни из первых спектаклей поставили на сцене театра «Налетели» и Лев Додин, и Генрита Яновская, и Кама Гинкас. Следующий такой взлет после уже руководства Геннадием Тростенецкой, который сейчас у нас работает над таким сложнейшим произведением, как «Превращение Кавки», и премьера назначена на февраль. Вот его имя знаковое для театра «Налетели». А после него тоже свои очень яркие спектакли сделали и Клим, и Александр Галибин, и Григорий Тетитковский, и Анатолий Праудин, это вот такая, как бы, Андрей Прикотенко. Это уже поколение, ну, моих ровесников уже, более младшая режиссура. Вот, поэтому, если нам удастся создать, я очень надеюсь, что мы сможем сформировать фестиваль «Налетели». Поэтому, если мы найдем деньги, то вот, как бы, такой интересный спектр предложить, именно, чтобы у театра «Налетели» был свой фестиваль. Ну, вот программа, она будет, концепция, она формируется сейчас, сформулируется мной и моим замом по творческим проектам. А ближайшие планы какие? Ближайшие планы у нас очень большие. В феврале мы выпускаем «Превращение Кавки» в постановки Геннадия Рафаиловича Тростенецкого. И мы сейчас у нас в разработке пару интересных, ярких проектов, рассчитанных на детскую аудиторию, в том числе на так называемый «Бэби-Лаб», «Бэби-театр». То есть, это театр от нуля до трех, то есть, для всех маленьких. Мы на днях на Международном культурном форуме подписали соглашение о сотрудничестве с Российским государственным институтом сценических искусств, то, что раньше называлось «Театральная академия», а еще раньше «Лгитмик». Это основной театральный вуз Санкт-Петербурга. О том, что мы будем после определенного конкурса и отбора, но там в течение сезона у нас будет появляться один дипломный спектакль молодых режиссеров. Но с артистами театра налетели, естественно. Вот. И поэтому я надеюсь, что молодая кровь рьяных людей, врывающаяся в театр. У этого театра есть прекрасная традиция, традиция новации, потому что действительно во многом, вот Александр Николаевич знает, что и были открытия режиссерских имен, Гинкас, Яновская, Додин, были открытия драматургические, «Лолита», «Пролетая над гнездом кукушки». То есть театр, он всегда был... И притворочник был. Да, там... Мощнейший в Питере. Там действительно очень много спектаклей было, или там пьес написано для театра Налитейна. Или так происходило, что действительно театр открывал какую-то новую страницу в драматургии, в режиссуре. И вот к этому хочется вернуться. Планов очень много, но юбилейный сезон еще так мы доформулируем пока. Спасибо большое, что вы пришли. Желаю вам успехов, удачи. И, я думаю, до новых встреч. Спасибо за... Ну, надеемся видеть вас на спектакле. Я постараюсь. Нет, 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 это постараюсь. Знаете, так и на час мы... Значит, сегодня и завтра вы в театре. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое за теплый прием и за такую вот такую открытую душу для нашего театра. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok